Приветствую всех на моём канале! Давно я не показывала свои антуриумы, как они себя сейчас чувствуют, что происходит в их жизни. Я в этом видео вкратце расскажу о том, как я ухаживаю, потому что у меня это видео о уходе за антуриумами я снимала давно, может быть год назад. У меня прибавилось много подписчиков, поэтому я думаю, может быть кому-то будет это интересно и своевременно. Итак, на данный момент в моём доме живёт три антуриума. Вот этот красный, ему уже около трёх-четырёх лет. Этот красный антуриум называется Дакота. Это самый крупный из всех антуриумов. Он гигантского размера называется. Это средний антуриум. Мне писали его название, но я, честно говоря, не запомнила и не записала. Поэтому название не знаю. Это вот такой розовый антуриум. И также третий антуриум. Я его покупала в прошлом году на 8 марта. Этот сорт называется Амалия. Этот антуриум хуже всего у меня цветёт. Почему-то он выдаёт максимум четыре цветка. Вот сейчас, на данный момент, он отцвёл. Ну, как вы вот видите, в прекрасном состоянии. Листики у него здоровые, блестящие, без желтизны, без каких-либо повреждений. Стоит он у меня также на светлом месте. Эти два антуриума у меня цветут с первого дня покупки. Особенно вот этот красный. Ребят, вот ему четыре уже года, около четырёх лет. Ни разу он не стоял без цветов. На нём минимум бывает пять цветов. Это минимум. А бывает и больше. Он один цветок засушивает, другой цветок выпускает. Вот, хочу обратить ваше внимание. Вот на данный момент у него есть бутон. Вот один. Есть бутон. И вот этот цветок он недавно засушил, видите? И появился после того, как стал умирать вот этот цветочек, появился у него новый сразу бутончик вышел. Вот он он. И ещё хочу обратить ваше внимание, потому что часто возникает этот вопрос. Вот, обратите внимание, какой огромный у него цветок. Этот сорт антуриума отличается очень крупными цветами. Как размером куста крупным, так и размером крупных цветов. Этот цветок он выдал летом. Поэтому размер его вот такой большой. То есть, летом много света, много солнышка. И поэтому антуриум лучше развивается. Оптимальная влажность воздуха без отопления, без сухости. Антуриум прекрасно развивается. Он выдаёт очень крупные листья и очень крупные цветы. И посмотрите, какого размера он выдал летом цветок. Он больше, чем моя ладонь. И много вопросов возникает по поводу зелени цветка. У красного антуриума, так же, как и у розового, ну, в принципе, у белого, у всех сортов, можно сказать, когда антуриум начинает отцветать, у него вот так вот покрывало цветка начинает зеленеть. Вот, видите, что говорит о том, что цветок стареет, и в скором времени, в течение, может быть, месяца, может быть, двух, этот цветок начнёт отмирать. Остальные свежие цветы, они красные. Вот тоже. То есть, эти пока цветы достаточно молодые, поэтому они красного цвета. Когда они будут отцветать, они точно так же позеленеют, как и этот цветок. По поводу розового, что хочу сказать. У него происходит то же самое с покрывалом. Посмотрите. По мере отцветания цветок начинает зеленеть. Свежие цветы, они вот такого, свежераспустившиеся цветы, они вот такого розового цвета. Также на антуриуме иногда появляются пятна. Пятна могут быть разной природы и указывать на разный характер проблемы. Вот, допустим, пятна на розовом антуриуме. У меня есть на нескольких листиках. Я вам сейчас покажу, какие пятна и о чём эти пятна говорят. Если появляется, допустим, вот такое пятно, вот, это говорит о том, что на антуриум попадает холодный воздух. Он стоит на сквозняке, либо на него дует с окна. То есть антуриумы категорически не любят сквозняков. Ни один антуриум, ни один сорт антуриума сквозняки не переносит. У меня в этой комнате сквозняка нет, но я периодически откидываю окно на проветривание. И так как сейчас зима, холодный воздух всё равно попадает, и появляются вот такие пятна. Это от сквозняка или от открытого окна. Летом... Летом... Не обращайте внимания, это мой ребёнок шалит. Летом таких пятен не бывает. То есть летом тёплый воздух, даже если окно открыто, пятен таких не бывает. Также на антуриуме могут появляться... Вот на этом листике видно вот такая желтизна. Эта желтизна тоже может свидетельствовать о холодном воздухе, но также это может указывать на неправильный полив, неотрегулированный полив. У некоторых вот такие пятна становятся очень большими, они распространяются на весь лист, и постепенно лист чернеет и отмирает. Это говорит о том, что вы не отрегулировали свой полив. Также на антуриуме появляются ещё вот такие пятна. Эти пятна на моём цветке с лета. Эти пятна свидетельствуют о ожоге. Он стоит на таком месте, куда неизбежно попадают солнечные лучи. У меня окно притянено тюлью, но тем не менее, даже через тюль летом, так как ориентация моих окон южная, летом в любом случае получаются вот такие вот иногда ожоги, к сожалению. Хотя я и стараюсь иногда, когда особо активные часы солнечные, я стараюсь притянять, шторы закрывать, либо жалюзи, но не всегда удаётся спасать цветы от палящего летнего солнышка. И сейчас я вам хочу сказать несколько слов о своём уходе за этим красивым цветком. На самом деле уход за антуриумом абсолютно несложный. Абсолютно. Самый главный секрет в уходе за антуриумом это забыть о нём и оставить его в покое. Ребята, вот я вам честно говорю, что чем меньше, вот сейчас как раз-таки тот случай, чем меньше вы на него обращаете внимание, тем лучше он у вас растёт и цветёт. Самое главное условие – это полив. Вы должны очень редко его поливать. Вот как у кого есть орхидеи, вот как вы за орхидеей ухаживаете, вы её редко поливаете, раз в две недели. Точно так же вы должны ухаживать за антуриумом. У него, он так же эпифит, как и орхидея. Дело в том, что если вы будете его обильно поливать, то неизбежно на листьях вы будете получать большие жёлтые пятна, которые затем будут чернеть и отмирать лист будет. Это чаще всего свидетельствует о том, что вы слишком часто его поливаете. Я поливаю свои антуриумы, когда у них листики уже немножко-немножко становятся вот такими грустными. Листья начинают вот так вот чуть-чуть опускаться. Тогда безошибочно, это безошибочно можно определить, что антуриум нуждается в срочном поливе. Поливаю я его фильтрованной водой, и каждый полив я осуществляю с удобрением. Да, я люблю свои антуриумы кормить удобрением, так как у меня достаточно светло круглый год. У него не бывает периода покоя, он цветёт всё время, 12 месяцев в году. Никогда он не стоит без цветов. Ну вот разве что только амалия, которую я вам показала. Но я так думаю, что это просто такая особенность сорта. Потому что все антуриумы, которые у меня были, у меня был до этого большой розовый, я его подарила. Также вот эти два антуриума красный и вот этот розовый, они у меня ни разу в жизни за свою жизнь, вот этому вообще уже лет 6, наверное, ни разу за свою жизнь они не стояли без цветов. У меня есть много видео на канале о этом цветке, вы можете посмотреть. Каждое моё видео, которое я снимала, они всегда были цветущими. То есть, благодаря моему уходу, благодаря тому, что я всё время кормлю это растение, у меня круглый год он стоит с цветами. Кормлю я его абсолютно разными удобрениями. Так как он всё время цветёт, я его кормлю калийно-фосфорными удобрениями. Также я его кормлю азотными удобрениями. То есть, я их, ну, азотными я кормлю реже, конечно же. Азот необходим для активного роста листьев, чтобы листья были зелёного цвета, без жёлтизны, чтобы лист был здоровым. Азот в любом случае этому растению необходим. Вот, ну, азотом я кормлю, ну, может быть, раз в два месяца. Один раз я вот поливаю азотом. Во всё остальное время я поливаю либо универсальными удобрениями, либо именно калийно-фосфорными удобрениями для лучшего роста и цветения. Итак, дальше я вам хочу в двух словах сказать, в чём у меня растут они. Есть также подробное видео на канале о том, как я сажаю, во что я сажаю. Но в двух словах. Антуриум, все мои антуриумы растут в глиняных, обязательно в горшках. Через глиняный горшок корни антуриума дышат. Поэтому я убеждена, что, несмотря на то, что глина глазированная, но всё равно глина – это живой материал, это не пластик. Всё равно какой-то воздухообмен в глине всё равно осуществляется. Он бывает лучше, чем в пластике. Ну, вы меня не переубедите, потому что я уже, как сказала, у меня был старый антуриум, которому уже было лет, наверное, 10, который я подарила. Я его поделила на части и подарила. Он рос у меня всегда в глиняном горшке. То есть у меня очень большой опыт ухода и ухода за этими цветами. Поэтому я точно знаю, что горшок должен быть глиняный. Не просто глиняный, он должен быть в высоту короткий, в ширину широкий. Понимаете, да? То есть не длинный, вытянутый, а низкий в высоту, в ширину широкий. Это делается для того, чтобы быстрее влага испарялась с почвы. Сажаю я свои антуриумы. Вот здесь вы можете сверху увидеть кору крупной фракции, но он в таком не сидит. Это просто я сверху уложила для украшения. Вот такую кору от орхидеи у меня осталось. Я вот сверху просто насыпала этой коры. Сидит он у меня 60% любого универсального грунта, 20% перлита, обязательно для разрыхления почвы, 10% коры и 5% угля и 5% мха с фагнума или с пагмоса. Вот и всё. Это то, в чём он сидит. И сверху я просто вот так укрыла мох, потому что влага достаточно быстро испаряется, так как у меня очень жарко. Но мох немного препятствует испарению влаги, и я чуть-чуть реже его поливаю. Ну вот, вкратце я вам рассказала о своих секретах. Ну, как секреты. Секреты громко сказано, но понимаете, всё-таки многие люди неправильно ухаживают за этим цветком и не понимают, почему у них не растёт антуриум. Почему он вырождается? Бывает, антуриум начинает мельчать. То есть, был большой куст, вы купили, а потом со временем он превращается вот в такой коротенький кустик, и у него самый большой лист бывает вот такого размера, как половина этого листа. И вот так у него много листьев мелких. То есть, антуриум вырождается. На это есть несколько причин. Первая причина – это нужно обязательно обработать его от клеща. Не однократно обработать, а хотя бы трижды с интервалом в 5 дней достаточно сильными препаратами. Второе – его нужно поставить на светлое место, защищённое от солнечных прямых лучей. Третье – его нужно кормить. Кормить его нужно универсальными удобрениями и азотными удобрениями. И четвёртое – в целом нужно обеспечить ему такое тёплое место, чтобы там абсолютно не было никакого холодного ветра, никаких сквозняков, ничего такого. То есть, чтобы он чувствовал себя абсолютно комфортно. И тогда, если вы все эти условия будете соблюдать, антуриум начнёт приходить постепенно в себя. И у него всё наладится, он пойдёт в активный рост. Вот. Ну вот, в принципе, всё я решила рассказать в одном видео, потому что поступало множество вопросов, каждому отвечать. Это вы сами понимаете, рассказывать. Многие в основном пишут, а почему у меня жёлтые листья, а почему у меня чёрные у моего цветка листья. Это самый частый вопрос. Также следующий очень частый вопрос, почему я покупала красный антуриум, а у него цветки стали зелёными. Ну, на этот вопрос я вам также ответила в этом одном видео. И, в принципе, все вопросы, какие вас могут интересовать, помимо тех, на какие я вам ответила в этом видео, вы можете меня спрашивать в комментариях. Подписывайтесь на мой канал, если вам видео было моё полезным и интересным. Ставьте мне лайк. Мне будет очень приятно за ваше внимание. И всем спасибо за просмотр. Всем здоровых пышных антуриумов, пышущих здоровьем. И всем пока!